Здравствуйте дорогие друзья и подписчики моего канала. В последнее время в российских СМИ все чаще показывают кадры того, как сотрудники силовых структур отправляют на родину нелегальных мигрантов. О том, почему к нам в Россию приезжают мигранты из Средней Азии, вы узнаете в этом видео обзоре. По данным статистики Росстата, на конец 2023 года в России проживало около 7 миллионов иностранных граждан. Большинство из них, свыше 99%, являются гражданами Узбекистана, Киргизии и Таджикистана. Наибольшая численность иностранных трудовых мигрантов привлечена в экономику Москвы 22%, Московской области 17%, Санкт-Петербурга 12,5%, Ленинградской области 4%, Краснодарского края 3%, Свердловской области и Республики Татарстан по 2%. Увы, но приезжие иностранцы слабо знают русский язык, плохо интегрированы в нашу культуру, имеют низкий уровень жизни и образования. Все это в итоге приводит к тому, что среди них в последнее время наблюдается высокий уровень преступлений. Так, согласно отчетам МВД, только за первое полугодие прошлого 2023 года мигранты в России совершили 22 тысячи преступлений. Это на 6,3% больше, чем в 2022 году. Большая часть из них, почти 18,5 тысяч, приходится на граждан из Средней Азии. Конечно же, данные этой статистики многих не радуют. Отсюда у большинства россиян закономерно появляется вопрос, а почему жители Таджикистана, Узбекистана и Киргизии так массово уезжают в Россию на заработки? Тут нужно искать множество как объективных, так и субъективных причин. Основные среди них. Первое. Низкий уровень жизни среди мигрантов. Если мы рассмотрим такие страны, как Узбекистан, Киргизию и Таджикистан, откуда, собственно говоря, и приезжают к нам мигранты, то мы увидим, что в этих среднеазиатских республиках очень низкий уровень жизни. Так, например, в Узбекистане ВВП на душу населения за 2023 год составил 1742 доллара. Это 124 место в мире. Средняя заработная плата труда составляет от 150 до 250 долларов или 15-20 тысяч рублей в месяц. В Таджикистане экономическая ситуация еще хуже. Здесь ВВП на душу населения за 2023 год составил 826 долларов или 75 тысяч рублей. Средняя оплата труда в Таджикистане составляет 140 долларов или 13 тысяч рублей в месяц. Аналогичная ситуация наблюдается и в соседней Киргизии. Бедность и безработица этих среднеазиатских республик привели к тому, что большая часть жителей едут на заработки в Россию. Второе. Нехватка трудовых кадров в России. Есть мнение, чаще всего среди либералов, что в России наблюдается нехватка рабочих рук. Молодежь, особенно в крупных городах, не хочет работать в сфере строительства, производства и так далее. В то же время условный мигрант из Таджикистана готов браться за любую черновую работу. Однако, с этой точки зрения совершенно не согласна кандидат экономических наук, доцент Екатерина Бессмертная. Так, по ее мнению, нашей экономике не хватает специалистов на предприятиях по производству промышленного оборудования, машиностроительных, металлургических, станкостроительных предприятий. А туда требуются люди с высоким уровнем квалификации, которой у подавляющего большинства мигрантов нет. Отсюда следует, что сильной необходимости в рабочей силы из мигрантов для нашей экономики пока что нет. Получается, что политика по завозам мигрантов имеет совершенно иные причины. Третье. Высокая прибыль из-за низкой оплаты труда. Согласно мнению председателя Следственного Комитета России Александра Бастрикина, нелегальная миграция находится в тесной связи с нелегальным бизнесом, который напрямую заинтересован в их потоке, как источники доходов. Так, на Петербургском международном юридическом форуме, который состоялся на прошлой неделе, глава Следственного комитета сообщил о том, что в завозе мигрантов заинтересованы крупные бизнесмены, которые получают огромную прибыль из-за дешевой рабочей силы. Но вся проблема в том, что эти самые бизнесмены имеют крышу из политиков самого высокого ранга. Именно по этим причинам очень тяжело бороться с мигрантской преступностью. Огромную заинтересованность в мигрантах имеют и главы тех самых среднеазиатских республик, которые рады, что их граждане едут в Россию на заработки. Так, например, согласно данным Всемирного банка, за 2012 год около 50% ВВП Таджикистана приходилось на денежные переводы мигрантов, работающих в России. Субтитры создавал DimaTorzok